Здравствуйте! В эфире информационная программа «Тема дня» в студии Екатерина Иваненко. Смотрите в нашем выпуске. Хулиганство с размахом. Полиция установила, что на остановке в Москве взорвалась боевая граната. Один врач на 20 тысяч человек – это уже не хулиганство. В городе Арамиле остался единственный педиатр. Каждому ребенку праздник. Активисты ЛКСМ РФ посетили детский дом в Новосибирской области. С работавшим взрывным устройством на остановке в Москве оказалась боевая граната. Об этом сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Андрей Галиакберов. Напомним, в понедельник, 7 декабря, на одной из остановок по улице Покровка произошел взрыв. Ранее сообщалось, что на месте сработало взрывное устройство, начиненное металлическими осколками. В результате инцидента поверхностные повреждения осколками стекла получили пять человек. Трое из них были сразу госпитализированы в НИИ имени Склифосовского. Еще одному пострадавшему помощь была оказана на месте. Один человек обратился к медикам под утро и был госпитализирован. Камеры наблюдения зафиксировали убегающего мужчину, который предположительно мог бросить гранату в людей. В настоящий момент следователи продолжают работать на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганства. Все происходящее в отечественной медицине вряд ли подпадает под определение хулиганства. Скорее, это целенаправленная политика государства. Оптимизация отрасли привела к сокращению нескольких тысяч врачей по всей стране. Заработная плата работников в сфере здравоохранения, как оказалось, увеличилась далеко не везде. А в одном из населенных пунктов Свердловской области на 20 тысяч человек остался один-единственный врач-педиатр. Подробнее в репортаже Рустама Сабанчеева. В детской больнице города Арамиле очереди к педиатру растут день ото дня. К сезону простудных заболеваний здесь оказались не готовы. На пять тысяч детей приходится всего лишь один врач. У нас сейчас врачей не хватает. Очень много народа детей, очень много тратилось. И постоянно вот так вот сидим очереди большие. Родители маленьких пациентов часто вызывают педиатра на дом. Если раньше по вызову врач приезжал в течение нескольких часов, то теперь его приходится ждать целый день. Когда сотрудников хватает, то есть они приходят вовремя. Когда не хватает сотрудников, конечно, сдерживаем. На каждого ребенка или подростка педиатру Ирине Проскурне приходится уделять меньше пяти минут. Принимает она всех, пока очередь не кончится. Из-за этого рабочий день затягивается на несколько часов. Работать везде сложно и всегда сложно. Тем более работаем с людьми. Общение с людьми – это тяжелая работа. Ранее в клинике работали три педиатра. Главный врач уверен, число их резко сократилось из-за поведения родителей. Нам хотелось бы со стороны родителей тоже видеть к себе более человеческое отношение. У нас были случаи, когда мамочки и игрушками в доктора кидались, и заявления мы неоднократно писали на поведение родителей. Однако, по мнению местных жителей, педиатры уволились из-за низкой зарплаты. По этой же причине не хватает врачей и поликлиники для взрослых. Специалисты уезжают из города в поисках более оплачиваемых рабочих мест. Отсюда просто все бегут. Хотя новая больница, казалось бы, работой, но персонал уходит. Не знаю, в чем проблема. Я думаю, что маленькие ставки. Они сами в регистратуре говорят, вам проще платно в город съездить обратиться, чем к нам попасть. Они так и говорят. То есть больница фактически пустует. Детская больница продолжает искать врачей. В городе расклеены объявления с вакансиями, но пока на них никто не откликается, а количество пациентов только увеличивается. Рустам Сабанчеев, Красная линия. Каждому ребенку праздник. Акцию с таким названием проводят активисты ЛКСМР во многих регионах России. Накануне комсомольцы посетили один из детских домов в Новосибирской области. Подробнее Алексей Шабалдин. Музыкальный центр с микрофонами, елочные игрушки, мишура и сладости. Деньги на эти подарки активисты ЛКСМ Железнодорожного района Новосибирска собирали сами. В общую копилку каждый внес сколько смог. Помимо презентов, юные общественники подготовили для воспитанников Дорогинского детского дома и небольшой концерт под гитару. Детский дом, а точнее центр содействия семейному устройству, находится в рабочем поселке Дорогино, что в 90 километрах от Новосибирска. Гости здесь бывают достаточно редко. И ребята всегда рады новым знакомствам. Активистам ЛКСМ они показали, как живут, где делают уроки и занимаются спортом. У наших деток есть все, и дом есть, и хорошая еда есть, хорошая одежда есть. А вот в плане общения им, конечно, его нужно. Нужно общение с любыми позитивными людьми, людьми, которые успешные в жизни чего-то добились. То есть это дает нам определенный стимул, чтобы ребенок в дальнейшем, у него был какой-то жизненный ориентир, и он не пропал в нашем современном обществе. Сейчас в Дорогинском центре содействия семейному устройству проживает 25 детей в возрасте от 12 лет. Среди них много братьев и сестер. Директор школы Наталья Коновалова очень гордится достижениями своих воспитанников. Многие из них – лауреаты различных творческих конкурсов и спортивных состязаний. Большинство настроены на получение хорошего образования. Возможно, когда ребята поедут учиться в Новосибирск, они и сами станут активными участниками Союза молодежи. «Естественно, мы делаем на это упор, чтобы они знали, что есть такие комсомольцы, есть такая партия КПРФ. А когда у них спросили, вы знаете, кто такие комсомольцы, они затруднялись ответить. Поэтому я думаю, что если мы будем в том же направлении двигаться, то они увидят в комсомоле что-то такое родное, близкое. И, возможно, из этих людей будут новые комсомольцы, они также будут помогать детским домам». Ребята из Дорогинского центра пригласили общественников приезжать чаще и просили привозить к ним каких-нибудь известных людей. Юные комсомольцы обещали обдумать это предложение в наступающем году. До праздников они еще намерены посетить детский дом малютки. Алексей Шабалдин, Анна Шевцова, Юлия Жамакбаева, Никита Щербаков, «Красная линия». После резкого падения цена на нефть марки «Брент» поднялась выше 41 доллара за баррель. Аналитики считают, что стоимость топлива будет постоянно снижаться, пока ведущие сырьевые страны не сократят добычу. Коротко о других российских новостях. Следственный комитет Российской Федерации вызвал бизнесмена Михаила Ходорковского на допрос в качестве обвиняемого по делу об убийстве мэра города Нефтьюганска в 1998 году. На данный момент предприниматель отказывается участвовать в следствии. Федеральная антимонопольная служба продолжает прорабатывать концепцию разделения компании «Газпром». ФАС ставит своей целью сделать структуру компании более прозрачной. Корпорации «Роснефть» и «Газпромнефть» продолжат освоение шельфа Арктики в 2017 году. Об этом сообщила губернатор Мурманской области Мария Ковтун, выступая на форуме, посвященном арктическим исследованиям. В 2015 году Россия развернула в Арктике два зенитных полка, оснащенных комплексами С-400. Российские военные несут круглосуточное боевое дежурство и защищают интересы страны в данном регионе. Совет Безопасности ООН может созвать экстренное заседание по инициативе России. Аналитики предполагают, что главной темой дискуссии станет недавний ввод турецкого воинского контингента на территорию Ирака. Напомним, что Багдад охарактеризовал это как враждебный акт и потребовал от Анкары немедленно выписти войска. Военную операцию в Сирии поддерживают 80% французов. Об этом говорят социологические исследования, проведенные французской компанией и ФОП. Жители Франции, на территории которой произошла серия терактов в середине ноября, одобряют проводимую Россией военную операцию в Сирии. Большинство опрошенных осуждают Турцию за сбитый российский бомбардировщик Су-24. Подробнее Никита Попов. Напомним, 30 сентября Москва по просьбе президента Сирии Башара Асада инициировала авиаудары по позициям запрещенной в России группировки «Исламское государство». Российским ВКС удалось нанести существенный урон ИГИЛ на территории Арабской Республики, чего за многие годы не могла добиться международная коалиция во главе с Соединенными Штатами. В ответ на действия Москвы в Сирии террористы взорвали авиалайнер Airbus 321 с российскими пассажирами на борту. Далее последовали массовые теракты в Париже и Калифорнии, ответственность за которые снова взяли на себя боевики «Исламского государства». К внезапному ухудшению и без того непростых отношений с НАТО привел инцидент на турецко-сирийской границе. Российский бомбардировщик Су-24 был сбит самолетом F-16 турецких ВВС. НАТОвцы совершили тягчайшую военную провокацию против нашей страны. Кто бы как ни рассуждал, но американцы и их сателлиты пошли на преступление, которого не было последние 50 лет. Еще ни разу за последние 50 лет НАТОвцы не использовали свои вооруженные силы для того, чтобы нападать на боевые самолеты нашей страны, которые выполняют свои международные соглашения по борьбе с международным терроризмом. Анкара отказалась брать вину на себя и потребовала извинения от России за нарушение воздушного пространства Турции. Ответ последовал незамедлительно. На авиабазе Хмеймим в Латакии был развернут зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф». Масло в огонь подлили ВВС международной коалиции во главе с США, которые 7 декабря нанесли авиаудар по складу с боеприпасами сирийской армии на востоке страны. Четыре солдата погибло на месте, 16 получили ранения. Сегодня утром после очередного авианалета коалиции на позиции ИГИЛ в Сирии погибли 25 мирных жителей. США отрицают свое участие в бомбардировках, а официальный Дамаск направил послание, осуждающее действия международной коалиции, в Совет безопасности ООН. Тем временем ситуация на территории Сирийской республики остается тревожной. Никита Попов, «Красная линия». В условиях повышенного уровня террористической угрозы Кремль собирается увеличить количество авиабаз в Сирии. По информации СМИ, Россия уже наращивает военное присутствие в республике. Сегодня подводная лодка «Ростов-на-Дону» вошла в восточную часть Средиземного моря и сейчас находится недалеко от сирийского побережья. В Министерстве иностранных дел России заявили, что никакие переговоры с террористами невозможны, как и прекращение огня в Сирии на данном этапе. В нашем следующем выпуске депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов, который накануне вернулся из Сирии, расскажет о развитии событий на Ближнем Востоке. А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин